здравствуйте ребята начинаем урок русского языка я думаю что сегодняшний урок будет для вас приятным и полезным мы продолжаем изучение раздела моя родина казахстан тема моя малая родина сегодня на уроке вы будете читать тексты будете использовать необходимые знаки припинания в предложении при составлении кратких текстов а также вспомните о видах предложений ребята давайте взглянем на карту казахстана красиво и величайшая наша страна как много прекрасных городов и сел но самый близкий и родной уголок для каждого из нас это тот город или село в которой вы родились и выросли именно он всплывет в памяти когда звучит слово родина это наша малая родина и так важно запомнить казахстан это наша общая родина малая родина это место где мы родились и живем где живут родители и друзья это наш город или село улица дом и наш детский сад это маленький кусочек нашей огромной страны словом малая родина у каждого своя и как говорил наш первый президент мусульта назарбаев от малой родины начинается любовь к большой родине своей родной стране казахстан а сейчас предлагаю посмотреть видеоклип а 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 Субтитры создавал DimaTorzok Алексей Петрович, Алексей Петрович, куда вкладывай? В истоке, конечно в истоке. А сейчас порассуждаем. О чем вы узнали из клипа? О чем заставил задуматься? Что каждый из вас должен сделать для своей Родины? Да, когда люди вырастают, они часто оставляют свой родной дом, родное село, город, страну и поселяются в других местах со своими детьми. Но всегда помнят, где они родились, где сделали первые шаги, пошли в детский сад, в школу и всегда мечтают вернуться к отцовскому порогу, родного сердцу уголка. Герой клипа скучает по своим родным местам. Он вспомнил свой отчий дом, улицу, родное поле, речушку, где купался со своими друзьями. Он руководит солидной фирмой и хочет сделать благое дело для процветания своей малой Родины и внести свой вклад. И это говорит о его любви к Родине. Я думаю, сделать свою малую Родину хоть немного лучше под силу каждому человеку. Ребята, вы пока еще маленькие и ваша задача хорошо учиться, знать свой родной язык, историю своей страны, традиции, а также беречь природу. А когда вы станете взрослыми, вы должны трудиться во благо своей Родины. А сейчас перейдем к грамматической теме нашего урока. И вспомним, какие виды предложения бывают по интонации. По интонации предложения бывают восклицательные, невосклицательные. Восклицательные предложения – это предложения, в которых выражены какие-либо сильные чувства. Восторг, радость, обида, печаль и так далее. Такие предложения произносятся с особой восклицательной интонацией. Например, Невосклицательные предложения – это предложения, которые произносятся без восклицательной интонации, спокойным тоном. Например, Наша страна очень красивая. Какие виды предложения бывают по цели высказывания? По цели высказывания предложения бывают повествовательные. Давайте вспомним. Побудительные, Вопросительные. Повествовательные предложения – это предложения, которые о чём-либо сообщает. Моя родина – Казахстан. В конце повествовательных предложений ставится точка. Побудительные предложения – это предложения, которые содержат побуждение к действию. Например, просьбу, приказ, совет. Ребята, любите и берегите свою родину. В конце побудительных предложений ставится точка или восклицательный знак. Вопросительные предложения – это предложения, которые высказывали. Вопросительные предложения – это предложения, которые содержат вопрос. Что такое родина? В конце вопросительных предложений ставится вопросительный знак. А сейчас мы, ребята, прочитаем стихотворение. Как вы думаете, о чём будет идти речь стихотворений? Посмотрите на картинку. Да, обауле. Давай вместе прочитаем стихотворение адыгейского поэта Жанне. У реки бурливый мой аул стоит. Ветер шаловлива, вербами шумит. Мой аул, аул мой, милая земля. Как тебя люблю я, родина моя. Здесь гостям мы рады, каждый в дом зовёт. Вечным майским садом мой аул цветёт. Бурливый, то есть бурный, шумный, беспокойный. Бурливый поток. Верба, дерево или кустарник семейства и вовых. С пушистыми почками, растущие обычно по берегам рек. Она символизирует весну и пробуждение природы и имеет лечебную и магическую силу. Шаловливый, склонный к шалостям, любящий шалить. Выполни задание к тексту. Ознакомься с дескриптором. Озаглавь стихотворение. Выпиши ключевые слова и словосочетания. Найди в стихотворении строчку, где выражена основная мысль. Какие предложения встретили в стихотворении? Что они выражают? Задание следующее. По опорным вопросам составь короткий рассказ о своей малой родине. Где находится твоя малая родина? Как называется твой поселок, город? Что есть на твоей малой родине? Какая природа? Какие дома, улицы? Какой транспорт? Какие памятники? Какие знаменитые люди жили или живут на твоей малой родине? Как ты бережешь свою малую родину? Следующее задание. Это упражнение четвертое на странице одиннадцатой. Прочитай диалог с братом или сестрой Паралян. Я провел свои каникулы у дедушки и бабушки в селе Курык от Раусской области. Это родина моего родина моего папы. Паралян. 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 милые места. Ребята, у каждого из вас своя дорога в жизни, свой путь. Но пусть в сердце каждого из вас живет любовь к родной земле, родному краю, к родному селу и улице, на которой вы жили. Пусть в сердце каждого из вас живет любовь к своей малой родине. До свидания, до новых встреч!